угощал отец публика лежал страдал страдая горячей и боли в животе я забыла павел вошел к нему помолился и возложив руки на него свои возложив на него руки свои исцелил его что за сила вышла из павла опять силу силу воскресенье опять это сила позже апостол павел он использует эту силу исцелять людей но для того чтобы самому иметь божественное здоровье хорошо теперь смотрите последнее место читали будем молиться написано так 1 1 2 стих и по 29 такое непримечательное место и вот он доказывает коринфянам что он апостол и заменилица другие апостолы и говорит то есть христовы служители он про них спасли нашу про уже апостола да безумие говорю я больше я гораздо более был в трудах безмерно в ранах более в темнице многократно при смерти безмерно туда у нас интересная вещь от иудея пять раз давно мне было по 40 ударов без одного какая-то из двух беремок она была из кожи вала другая из кожи осла там плетены камушки стёплышки косточки всякие чтобы когда пить наносить повреждение и такая традиция как они побивали то есть они уложили человека перед 13 по праву по левому плечу траться по праву другие вот такие вот очень обычно человек мог от отборного шока просто умирал потом из заражения какие-то вещей а он это мне 5 раз очень немысливо как он живой остался после 5 раз 5 раз по 39 это вообще немысливо как он вообще живой остался после всех как его потом говорится три раза меня пили палками это вот в то время такая традиция была времена когда какой-то легионер провинился брали 10 человек вставили в центр и просто палками его забивали калечим руки и ноги забивали его нас а если он старался живет он калекой вечном остался всю жизнь а у меня три раза берем палками а у ну представляете вот маленькая травма головы все внутричередное давление уже никакой не слушайте ты уже не можешь ехать путешествовать а вот она не путешествует комфортно все ножками 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 нагрузки колоссальные испытывал уходить побоев он еще путешествовал церкви открывал что за силу его восстанавливал вопрос однажды камнями пробивали в этой истории есть есть мангель то есть я не посту мы когда это место разбирали в сочи делали семинар и там был один паспорт в возрасте он учился в семинарии израиле и оказать вообще как побиваем традиция поменее камнями ну допустим забивает человека и потом делать такой от милосердия тут один берет огромный камень и кидает его на голову чтобы уже не мучился убить то есть ну сто процентов чтобы убить и оттуда пошла вот эта традиция построили контрольный стрел в голову да вот оттуда пошла то есть и вот поэтому когда апостола павла забивали камнями они почитали его мертвым потому что через всю процедуру прошел через с последним таким актом сострадания в голову и он стал встречу день и 80 пешком пошел в голове пешком после такого поведения что сила его основу вообще мы понимаем силу воскресенье это было силу воскресенье и а то дальше говорит много раз в путешествия опасность от зная в опасность от и разбойника опасности от единопременника опасность от язычников в опасности в городе опасность пустыне в опасности море в опасность между уже братья ли в труде и изнуление часто гения часто в холоде и жажды часто в посте на службе в наготе кроме посторонних приключений нормальные такие приключения кроме посторонних приключений у меня ежедневно течение людей забота всех церквях кто измогает с тем более не измогал кто бы со кто соболняется за кого бы явно восполнился как 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 откуда у него были силы переживать такие побои увечья такие нагрузки и при этом нормально себе дальше служить господу как тут какая-то небольшая травма в челсо уже не может нормально служить нормально работать ему уже эта песня по инвалидности он уже не не эффективно как апостол павел он знал я молю что вы познаете безмерно величие могущества у вас безмерно нет мира верующих по действия на силу его потому что эта сила она воскресила леса именно эта сила это сверхъестественная сила могущества и мы видим его 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 ничем не но в конце концов и он решил как бы уже отрубили ему голову бессмертный они уже они уже там уже все перепробовали нужно рубить голову рубить головы не раздели как можно дальше я просто опала казнили в другими голову но суть в том что у него это откровение она генерировала эту силу и он обладал каким-то божественным здоровьем он обладал каким-то божественной регенерацией он обладал силы которые возлагал руки это сила с ним выходила и исцеляла людей это сила духа святого который обитает в нас поэтому друзья мы должны получить откровение когда мы получим откровение тогда чудеса на что происходить в нашей жизни и только в нашей жизни других людей в которых мы будем молиться воистину воскрес это не просто слоган это то что реально существует и реально есть сейчас мы сделаем вот такой вот несколько заходов встанем